Итак, древневедические тандрические секреты, как правильно ставить цели в жизни и их достигать. Итак, это тема, как я и говорил уже на предыдущем нашем занятии, прямое продолжение темы Кала-йога, потому что в системе координат времени все и происходит. И дело в том, что время – это единственный ресурс, которым мы располагаем, ресурс, от которого все зависит. И от обращения, с которым зависит наша жизнь. И если мы хотим что-то получить, мы должны в это что-то вложить. Закон сохранения энергии, закон сохранения вещества и так далее. Если мы хотим какую-то цель поставить и достичь этой цели, мы должны что-то вложить в это. Мы должны пожертвовать что-то. Потому что принцип жертвоприношения – это принцип, на котором стоит это мироздание. Все. Так вот, единственным ресурсом, которым мы располагаем, является наше время. И если мы хотим достичь какой-то цели в жизни, мы должны пожертвовать что-то. Как на пудже. Надо пожертвовать что-то, чтобы получить или на хоме. То есть это закон мироздания. Все мироздание стоит на принципе жертвоприношения. Значит, нам надо пожертвовать что? Что мы реально можем пожертвовать? Кроме своей жизни, кроме времени, нам ничего не принадлежит. И поэтому, когда ставится вопрос о цели, первое, что должен сделать человек, это решить для себя, а чем он готов пожертвовать ради этого? Сколько времени он готов пожертвовать ради этого? Вот это фундаментальный вопрос, с которого все начинается. Сколько времени человек готов пожертвовать на достижение своей цели? А поскольку время ограничено, как бы, с одной стороны, с другой стороны, мы знаем, что его можно раздвигать. Вот сегодня у меня была консультация, сегодня как раз меня девушка благодарила за эти лекции. Говорит, что она благодаря им, вот она действительно стала раздвигать время. Она стала больше, гораздо успевать. Но, в принципе, как бы, гипотетически, теоретически, время у нас ограничено. Поэтому встает второй фундаментальный вопрос. А чем я готов пожертвовать для достижения своей цели? Очень просто. Если у меня нет времени на достижение цели, это говорит просто об одном. Ее этой цели нет. А если она есть, то это не цель. А это мечта, надежда, пожелание. Или что-то в этом роде. Что такое настоящая цель, об этом мы поговорим чуть позже. Это отдельная тема. Но с этого все начинается. Если я не готов ничем пожертвовать для достижения своей цели, значит, у меня просто ее нет. Или это не цель. А, к сожалению, в абсолютном большинстве случаев у людей так и есть. У них есть не цели в жизни. У них есть мечты, надежды. Ожидания. Но не цели. А те, у кого есть цели, но кто не готов пожертвовать ничего и ничем для достижения этой цели, этот человек эту цель никогда в жизни не достигнет. Потому что, если он это достигнет, то нарушится закон сохранения энергии и закон сохранения вещества. Нарушится принцип жертвоприношения, на котором, как я уже говорил, стоит все мироздание. Вот это фундаментальная, глубочайшая, концептуальная вещь, которую человек должен для себя осознать. очень простая, элементарная. Чем я готов пожертвовать для достижения цели? И сколько я готов пожертвовать на ней? Еще раз повторяю, если человек не готов ничего пожертвовать, значит, он эту цель никогда не получит. Сколько бы он ни мечтал, ни грезил, ни надеялся, это невозможно.